В связи с ухудшением погодных условий дорожная обстановка на Брещене обострилась, возросло количество мелких дорожно-транспортных происшествий. Зачастую в подобных ситуациях виной всему становится обыкновенная невнимательность и игнорирование главных правил передвижения в зимний период, а именно соблюдение безопасной дистанции и выбора оптимальной скорости передвижения. Особо внимательными сотрудники госавтоинспекции рекомендуют быть на переходах и при переезде перекрестков, при том не только автомобилистам, но и пешеходам. В целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий, выявления фактов нарушения правил дорожного движения сотрудниками госавтоинспекции на территории города Бреста, Брестского района и Малорицкого района введен план погоды. Что это означает? Увеличивается количество нарядов сотрудников госавтоинспекции, а также будут вводиться колонны под сопровождением патрульных автомобилей с проблесковыми маячками синего цвета. Это будет характерно в первую очередь для автодорог М1. Ну и я думаю, что в ближайшее время снег пойдет по всей территории Брестской области, следовательно и автодорога М10. Оперативная расчистка автодорог от снега и гололеда, а также проведение превентивных мероприятий по ликвидации зимней скользкости – важнейшая мера предупреждения аварий. А потому автовладельцам стоит с пониманием относиться к работе снегоуборочной техники и не создавать препятствия для ее перемещения. В настоящее время территория края находится под влиянием арктического антициклона, потому в ближайшие несколько дней ждать улучшения погодных условий не стоит. Морозы ослабнут только к выходным. В ближайшие двое суток, 30-31 января, погода будет по-прежнему определяться в юго-западной периферии арктического антициклона, центр которого будет проседать с районов Карелии, в юго-восточном направлении. Ожидается усиление морозов. 30 января по области минус 18, минус 23, лишь по юго-западу минус 15, минус 17. Днем повсеместно по области от 13 до 18 градусов мороза. 31 января морозы несколько послабее. Ночью 11-16 градусов, днем 7-12 градусов мороза. 1 февраля характер погоды несколько изменится, и уже все больше на территорию области будут оказывать влияние потоки с юга, с Балканского полуострова. То есть морозы начнут постепенно ослабляться. Несмотря на помощь госавтоинспекции и работу коммунальных служб, каждому водителю стоит помнить и о личной ответственности. Правильная оценка дорожной ситуации и готовность оперативного реагирования в непредвиденные ситуации, качества, которые приходят только с опытом. А потому, если в собственных умениях и навыках вождения шофер не уверен, то в подобных погодных условиях стоит хорошо подумать – садиться за руль личного автомобиля или воспользоваться услугами общественного транспорта.